Доброе утро! Это утренний выпуск новостей на телеканале Хабар. В студии работает Султана Тугельбаева. Нурсултан Назарбаев совершил рабочую поездку в Алматы и Алматинскую область. Глава государства проверил ход реконструкции центра Южного мегаполиса, посетил объекты Наурсбайского района и провел совещание по развитию Алматы. За три года в Наурсбайском районе построены две школы, три поликлиники, строительство 33 детских садов велось на условиях государственно-частного партнерства. В каждый дом здесь подведен газ. После создания района в 11 раз увеличились налоговые поступления. В четыре раза выросло число бизнесменов, как мелких, так и средних. Алматы же сегодня демонстрируют положительную динамику, увеличивается объем инвестиций, интенсивными темпами строится жилье. Сейчас мы с вами становимся свидетелем перехода от эпохи конкуренции между странами к эпохе конкуренции между городами. Эксперты говорят, что в будущем управлять миром и странами будут огромные города. В 600 городах производится 2-3 мирового ВВП, в 600 городах. Эти города будут расти, там будет развитие производства, там будет наука, там будет культура. Именно эти города будут управлять. Алматы как раз направлен в эту сторону. Рабочая поездка президента страны продолжилась в Алматинской области. Нурсултан Назарбаев ознакомился с ходом строительства музея в селе Шамалган. Посетил глава государства и еще один объект, место, где будет возведен физкультурно-оздоровительный комплекс. Нурсултану Назарбаеву продемонстрировали экскизы будущего спортивного сооружения и рассказали о важности его строительства. Побывал глава государства и в мемориальном комплексе Батар-Бабаларга Тагзам, в экспозиции «Исторические и знаменательные вехи с начала эпохи Саков до создания правительства Алаш-Орды». В нашей области проводится большая работа в рамках программы «Рухани Жангеру». Так, по программе «Туганжер» реализуется 90 проектов на сумму 4,5 миллиарда тинге. Все эти средства – частные инвестиции. Один из самых ярких и значимых – это мемориальный комплекс Батар-Бабаларга Тагзам. Здесь запечатлена история поколений, история Менгелек-Ель, начиная от эры Саков до независимости нашей страны. Проект кодекса о налогах и обязательных платежах в бюджет сегодня вновь будет в центре внимания депутатов Можилиса парламента. О предлагаемых поправках народным избранникам расскажут представители Министерства национальной экономики. Ранее глава ведомства Тимур Сулейменов говорил о том, что в новом налоговом кодексе изменена идеология налогообложения. Благодаря поправкам усилится защита добросовестных налогоплательщиков, упростится администрирование, а все неясности и неточности будут толковаться в пользу налогоплательщиков. Предусмотрено и снижение некоторых налоговых ставок. И сегодня же министр по инвестициям и развитию Женес Хасымбек представит сведения о реализации государственной программы индустриально-инновационного развития до 2019 года. Программа ФИИР направлена на ускорение диверсификации и цифровизации экономики Казахстана, отход от сырьевой направленности, создание новых рабочих мест. Одним из итогов программы должно стать и вхождение Казахстана в число 30 развитых стран мира на месте событий работает Дамир Абуов. Подробности в ближайших выпусках новостей. Буквально через пару часов в Кустанай начнет работу инвестиционный форум. В центре внимания участников привлечения инвестиций в производство сельскохозяйственной продукции. В области запатентовано несколько программ, позволяющих увеличить урожайность зерновых. Также кустанайские ученые разработали технологию органического возделывания пшеницы. Пока собственные нужды в элитных семенах область самостоятельно покрыть не может, но в семеноводческих хозяйствах дефицит намерены сократить. Наш регион отличается тем, что в плане инноваций и их внедрения наша область идет на таком достаточно хорошем уровне. Мы создаем технологии, создаем сорта, которые и не наносили бы вред окружающей среде и приносили бы максимальную экономическую эффективность фермерам. И к другим событиям в Астане сегодня будут говорить о социальных выплатах занятому населению. Это первое мероприятие республиканского масштаба, на котором обсудят дальнейшее развитие рынка социального страхования. Один из спикеров – генеральный секретарь Международной ассоциации социального обеспечения. Подробности в ближайших выпусках новостей. О внедрении системы обязательного социального медицинского страхования сегодня будут говорить в Алматы. В июле в Казахстане стали обязательными платежи в специальный фонд. Особенности программы стали поводом для многочисленных дискуссий в обществе о перспективах развития ОСМС и ее нюансах. И будет говорить министр здравоохранения Ельжан Британов. В обществе тем временем продолжают обсуждать еще один актуальный вопрос – переход алфавита на латинскую графику. Представители общественности уверены, что переход на латиницу пройдет безболезненно и даст возможности для получения новых знаний. Латиница – это язык передовых и цифровых технологий. На сегодняшний день латиница является актуальной системой во всех коммуникациях. За годы независимости нашей республики казахи вернулись на историческую родину из 30-40 стран мира. Там они использовали тот алфавит, который был принят в этих странах. К примеру, в Турции – это латинская графика, в Китае – арабская вязь и китайские иероглифы. Вернувшись сюда, они за короткий срок освоили и кириллицу. Поэтому не думаю, что для них переход на латиницу будет сложным процессом. Гастроли театра «Астана-Опера» в конце сентября пройдут в государстве Оман. На сцене Королевского театра в Маскате будет представлен балет «Лебединое озеро». Подробности предстоящей поездки в следующих выпусках новостей. А вот Мангостауский театр «Кукол» впервые представит Казахстан на международном фестивале в гостях у Орликина в Омске. В нем примут участие коллективы со всего мира. Актаусцы покажут спектакль, о чем рассказал Степной ветер. Постановка уже полюбилась маленьким Мангостаусам. Фестиваль – это в первую очередь форум, обмен мнениями, обмен опытом для того, чтобы повысить свой профессиональный уровень. Сегодня в Ашхабаде шестой день азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Игры проходят под девизом «Здоровье, воодушевление, дружба». В их торжественном открытии участие принимал и глава Казахстана Нурсултан Назарбаев. За звание на соревнованиях борются более 6 тысяч спортсменов из 65 стран. По итогам пяти дней сборная Казахстана в медальном зачете пока на четвертом месте с 30 наградами. Лидируют же хозяева игр на втором месте спортсмены Ирана. Замыкают тройку лидеров спортсмены Узбекистана. В полдень новости представит Джамбул Зейнулин. Мы с вами встретимся в 13 часов. Наши новости на сайте khabar.kz. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»